В эфире на Ульцовом телевидении информационный выпуск новостей. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте. 10 февраля глава Башкортостана Радий Хабиров провел еженедельное оперативное совещание в правительстве республики. На нем, в частности, обсудили меры по недопущению ввоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе. Сегодня в Башкортостане зарегистрировано 30 случаев острой респираторной вирусной инфекции у граждан, прибывших из Китая. Однако анализы на коронавирус оказались отрицательными. В Уфимском аэропорту ввели усиленный двойной контроль всех прибывающих с использованием тепловизоров и проведением лабораторных исследований. Жители республики должны выжить в безопасности, а подразделения полиции – работать в цивилизованных условиях. Такой вывод сделал глава Башкортостана, анализируя работу полиции по охране общественного порядка. Сейчас патрульные службы испытывают ряд бытовых проблем – от нехватки жилья для личного состава до неудовлетворительного состояния служебных помещений и стационарных постов полиции. Адресная помощь на основании социального контракта может существенно повлиять на численность индивидуальных предпринимателей. Социальный контракт – это соглашение, которое заключается между гражданином и Республиканским центром социальной поддержки населения. Документ предусматривает оказание адресной социальной помощи в размере 100 тысяч рублей на организацию собственного дела, 50 тысяч рублей на ведение личного подсобного хозяйства и 15 тысяч рублей на прохождение профессионального обучения. Гражданин, в свою очередь, обязуется реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации. В этом году на реализацию программы «Башкирские дворики» направят 2 миллиарда рублей. Всего в 2020 году планируется ремонт 390 дворовых территорий, где будут установлены скамейки, урны, светильники, видеокамеры и контейнерные площадки. По завершении работ все обновленные дворы перейдут на баланс муниципалитетов, что позволит снять вопрос их содержания. Затем на аппаратном совещании в районной администрации о нововведениях в Трудовом кодексе Российской Федерации, а именно об электронной трудовой книжке, рассказал начальник управления пенсионного фонда в Янаульском районе Гульнара Вильданова. В рамках республиканского конкурса «Трезвое село» медицинский десант высадился в селе Иткинеево 10 февраля. Состояние здоровья иткинеевцев оценили сотрудники Янаульской центральной больницы и специалисты передвижного центра центральной городской больницы города Нефтекамска. На прием к врачам пришли многие сельчане. Первоначальный этап – оформление необходимой документации, оценка биометрических данных, общего состояния здоровья, измерение артериального давления, консультирование при наличии каких-либо жалоб. Нами запланировано профилактическое обследование населения с обследованием анализов крови, мочи, электрокардиографии, флюорографического обследования населения, также внутриглазного давления, спирометрии. После чего в передвижном центре здоровья проводилось уже более подробное обследование. Результаты анализов сельчане получили в этот же день. Для иткинеевцев подобная акция – это хорошая возможность одномоментно пройти всех основных специалистов. Тем временем в местной школе волонтеры Бирского медико-фармацевтического колледжа провели для учащихся обучающее занятие, посвященное теме здорового образа жизни и способам оказания медицинской помощи. Самым интересным для школьников стало обучение правильному ведению внутривенных и внутримышечных инъекций. Эта акция направлена у нас на профилактику алкоголизма, наркомании, табакокурения среди молодежи. Сегодня мы выполнили с 9-7 классами внутримышечную и внутривенную инъекцию, внутривенно-капельное вливание, научили, как их правильно действовать, оказывать неотложную помощь при различных ситуациях. Задают интересные вопросы, как оказывать, например, неотложную помощь при чрезвычайных ситуациях, при терроризме, как поступать, как сами кушительно обращаться. Задавали вопросы интересные, на все вопросы мы им ответили. В завершении встречи дети и педагоги самостоятельно ставили уколы и измеряли артериальное давление. Гульнара Сиддикова, Артур Мухамедшин, служба новостей, Енаульского телевидения. В нашем районе продолжаются мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы. На минувшей неделе фестиваль фронтовые концертные бригады «Полевая почта» принимал на Вартаульский дом культуры. Местные артисты за 10 минут постарались показать жизнь на фронте и в тылу. Голод, холод, тяжелая судьба женщин и детей, вера в победу и ожидание своих близких с фронта. Все это передали на Вартаульцы в своем театрализованном представлении. Наше сельское поселение одним из первых участвовало в акции «Полевая почта Победа» фронтовые концертные бригады. В нашем сельском поселении была организована рабочая группа, куда вошли в основном руководители учреждения, активисты нашего села. И мы решили создать, согласно положению, за 10 минут хотели показать в основном молодому поколению весь период от начала войны до Великой Победы. Готовя это мероприятие, мы старались донести до молодого поколения, рассказать им, показать мужество, героизм наших деток, прадедов. И донести до них науку Победы, научить их любить Родину и не забывать свою историю. Чем дальше уходит эпоха войны, тем очень дорогие документы тех времен, особенно письма. В связи с этим мы сегодня в копилку вложили три письма того времени. Их основная идея создания сценария принадлежит Галимовой Альбини Назифовне и, соответственно, помогала, активно помогала руководителям музея Аминьева Гусина Галимовна. В этот день эстафета Победы перешла к следующему поселению. Капсула с вечным огнем и полевая сумка были торжественно вручены главе Воединского сельсовета Марату Ярулину. Муниципальный этап республиканского конкурса фестиваля театрально-фольклорных групп, занимающихся учебно-исследовательской деятельностью «Жемчужины Башкортостана» прошел в школе номер 4 8 февраля. В конкурсе приняли участие пять коллективов образовательных учреждений нашего района, в каждом по 12 детей с 5 по 11 классы. Среди критериев оценки выступлений – соответствие костюмов выбранному временному промежутку, взаимодействие с залом, артистичность исполнения, отражение народных традиций и обычаев. Также отдельно оценивалось выступление лидеров коллективов. Каждый из школьных коллективов представил интересную творческую театральную постановку. Ребята постарались выступить как можно лучше и выразительнее. Тема конкурса «Рухи, байра, хинень и семень. Имя твое в сердцах людей», посвященное историческим личностям республики района. Цель конкурса – воспитать гражданина республики Башкортостан на лучших традициях историко-культурного наследия башкирского народа, приобщение учащихся к культуре, истории, обычаям башкирского народа, а также приобщение обучающихся учебно-исследовательской деятельности, развитие лидерских качеств, творческих способностей. Главным условием нашего конкурса является неиспользование сценических костюмов, использование фонограмм не допускается. Сопровождение должно быть «Бын», «Баян», «Курай», «Кубыз» и так далее. Победитель сегодняшнего конкурса будет представлять наш Янаульский район на зональном этапе республиканского конкурса «Жебчужина Башкортостана», который пройдет в нашем же районе, в городе Янаул, на сцене МКДЦ 29 февраля. Принимать участие во всероссийской акции «Лыжня России» в Янауле уже стало доброй традицией. Каждый год янаульцы массово встают на лыжи. В 2020 году акция «Лыжников» прошла в минувшую субботу 8 февраля. Янаульцы вот уже в 38-й раз приняли участие в акции «Лыжня России». Регистрацию прошли более 800 участников. Это учащиеся школ, работники предприятий, организаций, а также любители физической культуры и ветераны спорта. Сегодня у нас стартует традиционная всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2020». Мы сегодня надеемся, что будет много участников. В данный момент идет регистрация. Эта лыжня еще также у нас посвящена 75-летию Великой Победы. Нужно отметить, что в Янауле есть организации, которые ежегодно принимают участие во всероссийской акции. «Настроение каково? Отличное настроение. Мы всегда горим желанием на лыжи стать». «Каждый год принимаем участие и стараемся. Все коллективы, у нас весь коллектив участвует. Никто не отказывается». «Малый дворец, молодежь». Один из самых пожилых лыжников Ильга Минязев каждый год старается не пропустить массовую лыжную гонку. На лыжах катается с пяти лет и за годы жизни сменил не одну пару лыж. «Когда мы студентами были на всесоюзных соревнованиях, выступали. Там очень много выстреливаются. Я с Артаола лично сам приехал». За массовость организация, которая привлекла наибольшее количество участников, каждый год награждается кубком и грамотой. Из коллектива детского сада «Чебурашка» на поле Сабантуя собрались более 30 человек. «32 педагога, все пришли. Вечером уходим, по Некрасово занимаемся. Так-то активные. Четверо педагогов, два помощника на Некрасово будут участвовать». Пока шла регистрация участников и подготовка к забегам, желающие могли сфотографироваться в специальной фотозоне. Участники проекта по активному долголетию «Старости нет» общественной организации «Совет женщин и Наульского района», несмотря на морозный день, не побоялись принять участие в лыжных соревнованиях. «Не знаю, с какого возраста, но в первом классе я точно каталась уже. Мама мне лыжи купила, такие, как раньше, в валенках. Валенки они в конце уже дня были сырые, во льду даже. И каждый день вот так. Давно катаюсь, давно. Не знаю, сколько пару лыж я поменяла, не помню уже. Но в этом году, нет, позапрошлым году я купила себе лыжи такие, конькобежным ходом, чтобы можно было бегать. И я стараюсь, сейчас учусь конькобежным ходом бегать. Сегодня вот «Лыжня России», да, мы решили именно сегодня участвовать с участниками проекта, социального проекта по активному долголетию. Хотя, несмотря на холод, пришли наши самые активные женщины. Нас сегодня 9 человек. И, думаю, побежим и прибежим, как сказать, живые и невредимые. Уважаемые участники «Лыжни России-2020» на территории Новольского района, любителей лыжного спорта, сочувствующие и болельщики. Глава администрации района Ильшат Вазегатов ежегодно в числе первых на «Лыжне России». Он поприветствовал лыжников и пожелал им удачи и хорошего настроения. Четырех- и 87-летние участники вместе встали на лыжи. Дан массовый старт. Первыми побежали те, кто зарегистрировался на дистанцию в 1945 метров. За ними участники массового забега. Они должны пройти один километр. Стартовали все одновременно и дружно. А вот финишировали уже по-разному. Лыжня серебром блестит К победе зовет. Всю волю собрать в кулак. Вперед и только вперед. Одна из самых юных участников Ани Изибаева уже не первый год встает на лыжи и принимает участие в акции. Вместе с мамой она достойно прошла километровую дистанцию. Второй год подряд на «Лыжне России». Каждый год. Сначала со старшими ходили. В этом году уже все четвером. Какой? Шестером? Все. А как? Уговариваете? Нет, сами хотят. Они сами уже. Я говорю, пойдем на лыжню. Они говорят, пойдем. С удовольствием. Вот в этом году дальше, в том году мы от финиша до старта добежали. В этом году целый круг сделали. В завершении «Лыжни России-2020» прошли забеги по дистанциям ГТО на 1, 2, 3 и 5 километров. Кубок «Самый активный коллектив массовой лыжной гонки» в этом году получил коллектив «Общество с ограниченной ответственностью» РН «Транспорт». Призы были вручены самым пожилым и самым юным лыжникам. Участники на дистанциях ГТО, занявшие призовые места в своей возрастной категории, тоже были награждены почетными грамотами. Необычным выступлением порадовала янаульцев этно-рок-группа «Аргамак» 10 февраля. Нужно отметить, что эта группа впервые в Янауле, и их этно-концерт был воспринят зрителями очень тепло. Молодежи понравились башкирские песни, сказания, кубаиры в необычном исполнении. Энергичное исполнение и стилизация башкирских мелодий были предподнесены зрителям вместе с историей башкирской культуры и его национальных героев. Такие музыкальные инструменты, как курай, кубыс, домбра, зазвучали в этот вечер для наших зрителей совершенно по-другому. Лауреат международных всероссийских и республиканских конкурсов и фестивалей группа «Аргамак» за более чем десятилетнюю историю своего существования уже стала визитной карточкой национальной башкирской музыки. Председатель исполкома Курултая-Башкир Янаульского района Рафаэл Яхин подарил участникам группы книги о башкирах, которые были составлены по архивным материалам. Таковы новости к этому часу. Далее эфир продолжит мои коллеги. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Субтитры предоставил DimaTorzok Хотите оригинально поздравить своих близких, родных и друзей? Мы можем сделать любое поздравление по вашему желанию. Поздравление на дни рождения, юбилеи свадьбы. Воплощаем любые идеи. Вам надо всего лишь позвонить по номеру 52871. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Анна Петровна, мы с вашим мужем Сергеем Ивановичем вместе отдыхаем. Можно войти? Что-то случилось? Да нет, все отлично. А у вас хорошо. Что-то с Сережей? Дом полная чаша. И муж вас еще любит. Пуская в свою жизнь алкоголь, вы рискуете все потерять. Узнаете, как оградить близкого от зависимости по телефону. 8 800 200 200 или на такздорово.ру Задержанная, значит, 25 до 40 дней. Крупный избыток наркотиков. И 100 килограммов купрительных смесей. Это смеси. Пап, дай денег на наркоманные расходы. Что-что? Денег на карманные расходы дай. После разрушительного трясения... Проверьте, чтобы не сомневаться. Телефон горячей линии по применению наркотестов 223-1108. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...